Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить закуску из кабачков. И для приготовления нам понадобятся кабачки, помидоры, репчатый лук, морковь, зелень, петрушка и укроп, растительное масло, соль и перец. Лук порезать полукольцами. Кабачки порезать тоненькими кружочками, примерно где-то 0,5 см. Помидор также порезать такими же кружочками, тоже примерно 0,5 см толщиной. Измельчить зелень. Можно использовать и петрушку, и укроп, а можно какую-то одну зелень. Но порезать нужно как можно помельче. Морковь потереть на терке. Можно обычную терку для этого использовать, а можно такую терку для корейской моркови. Нам понадобится 2 сковородки. В одной сковородке мы будем обжаривать лук с морковью. Мы ее согрели, наливаем масло немножко и даем возможность снова согреться. Масло уже в свою очередь. А другая сковородка, можно обычную тоже использовать, можно гриль, если есть. Ее также смазать нужно маслом. На ней будем жарить кабачки. Масла много не надо на гриль, на сковородку, так, чтобы только не прилипали наши овощи. Так, легонько совсем. Чтобы кабачки не брызгали, я их немножечко промокнула салфеткой. Затем выкладываем и на среднем огне слегка обжариваем. Тем временем у нас согрелось масло, отправляем туда лук. Обжариваем на среднем огне. Даже больше не обжариваем, а пассируем, томим. Долго кабачки не обжаривайте, достаточно, чтобы они пустили сок и слегка обмякли. И пока кабачки, которые выложили на тарелку, еще горячие, слегка их присолить. Тем временем лук у нас стал таким мягким, полупрозрачным. Добавим к нему морковь. Посолить лук с морковью. Итак, у нас морковка тоже стала мягкой вместе с луком. Добавить в нее немножко перца, перемешать. Можно выключить газ, накрыть крышкой, чтобы лук с морковью еще потомились. Для оформления закуски нам будет нужна такая миска чуть-чуть неровной формы. И нам нужна будет пищевая пленка. Выстелить ее нужно будет двумя полосками, чтобы кончики были с одной стороны два конца, с другой стороны два конца. Вниз выкладываем помидоры. Выбираем такие хорошие кусочки, они будут у нас сверху в итоге. Поэтому выбираем их такими красивыми, чтобы блюдо получилось наше красивое. Солим слегка, немножко. Перчим также слегка. И следующий слой выкладываем кабачки. Кабачки мы сильно не жарили, они у нас получились такие слегка хрустящие. Молодые кабачки, не надо их сильно жарить, чтобы сохранить все витамины. Кабачки у нас уже соленые, поэтому мы их не солим. Выкладываем следующий слой лук с морковью. Здесь у нас тоже он уже соленый этот слой и также перченый. А также добавляем зелень. И затем слои повторяем. Зеленых слоев у нас будет только два, поэтому разделить на две порции. И делаем последний слой, ну последние три слоя. Мне немножко тут не хватило помидоров, я дорезала. В такой же последовательности слои выкладываем. И так у нас все готово. Теперь пленкой закрываем содержимое. Содержимое с одной стороны вначале. И потом с другой. Слегка приминаем руками. И ставим пресс. Можно поставить блюдечко. Скорее всего я сейчас поставлю блюдечко, а потом поставлю банку. И таким образом оставить наше блюдо час настаиваться. Итак, заданное время у нас прошло. Как можно увидеть, закуска осела примерно сантиметра, наверное, на два, на два с половиной. Нужно подготовить большую тарелку, в которой будем подавать блюдо. И теперь раскрываем, убираем пленку. Накладываем тарелку ровно по центру. И очень быстро перевернем. Убираем миску, в которой делали. И убираем пленку. И вот такая красота у нас получилась. Такое блюдо можно подавать к столу в качестве закуски. Оно очень красивое и очень вкусное. Итак, дорогие друзья, готовьте, кушайте на здоровье. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.